Нас предупреждали, а мы не верили. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Любители гиншина и сомневающиеся были правы. Рацо – это цетир. Помянем. Всем привет, с вами Синк. Вчера случилось недопонимание на стриме, и люди почему-то решили, что если мне не понравился Рацо, то он слабый. Нет, он сильный. Даже очень. Просто в данный момент его контрприменение весьма странен. На огромную телегу на эту тему я толкнул уже после гайдовой части. Поехали. По кнопочкам все очень просто. Сначала максим талант, потом равномерно навык ульту. Базовую атаку вообще не трогайте, хоть она и выглядит невероятно мемасно. Суть Рацо находится в таланте. Бонус атака занимает примерно 70% его урона. Ваша задача – обеспечить 3 дебафа до удара доктора, чтобы 100% ее триггернуть. Эти же 3 дебафа нужны для умозаключения. Лучше 5, но собрать их людям без волчика будет примерно так же просто, как Таносу Перчатку Бесконечности. Не стоит забывать о выводе. Когда используется формулировка «базовый шанс», это значит, что мы можем его улучшить. Для преодоления сопротивлений боссов и элиток надо собирать от 43 до 67% шанса попадания. Это бессмысленно. 10% может дать пела. А еще я в очередной раз напомню про безумный Е2 Серебряного Волка, на который у меня нет денег. Обобщение работает как накопительная скидка в Дикси. То есть получить свои 15% крит шанса и 30% крит урона можно за 2 удара навыком, например. Еще был странный слушок, что обобщение сбрасывается при появлении новой волны. Нет, не сбрасывается. Техника Доктора Рацию создает референсы на Жожа, Маи Стриме и Античные Скульптуры. Видите, как от стата идут волны? Это значит, что техника создает измерения. Перед боем может работать только одно пространство. Поэтому если вы будете бегать в команде с Вильтом, их техники будут конфликтовать. Работает только последняя. С базой закончили, давайте про хорнебоксики, эээ, эйдолончики. Первый улучшает допспособность. Вы сразу входите в бой с 10% крит шанса и 20% крит урона. И можете их разогнать до 25 и 50% соответственно. Мне очень нравится этот эйдолон, так как позволяет сразу брать куртку на крит урон вообще без раздумий. Второй эйдолон очень силен. Я посмотрел и китайские выкладки, и прайдвиновские. Если вы сможете регулярно держать 4 дебафа, то 80% урона сверху это очень много. Но самая мякотка начинается с четвертого. Может быть, это даже один из самых сильных четвертых эйдолонов в игре. У доктора супер дорогая для охотника ульта 140 единиц. И поверьте, 15 энергий из каждого таланта невероятно улучшают ротацию и разгоняют урон. Про шестой и говорить не надо, это отвал всего. Чудовищный прирост урона. Прекрасная игрушка для китов или мейнеров. Для всех этих прекрасных и чистых людей напомню, что ссылка на мой хорнибокс в описании. Давайте про реликвии. Проблема в том, что сигнатурный сет на рацию выйдет только через 3 недели в пинаконии. И фармить его будет не совсем удобно, так как второй сет в пещере слишком ситуативный. Что я могу предложить на данный момент? В первую очередь, это, конечно, просто подождать и накинуть случайные хорошие куски реликвий. Как я, например. Прикол в том, что прям идеального варианта на 4 куска нет. Мнимый сет хорош, но будет уступать будущему. Можете собирать 4 части, но я бы ориентировался на 2. И добавлял бы к этому 2 куска из сета на бонус атаки. До 4 эйдолона цифры, что у 4 частей мнимого, что у 2 плюс 2 очень близкие. Но потом ситуация меняется. И в целом, миксовать 2 части герцога удобнее, чем прошлый сет. Только прошу, не собирайте 4 части герцога. Мел рацию это не мультихит, поэтому вторая пассивка бессмысленна. Миксовать бонус атаки можно со скоростью. Все-таки 3 халявных сапстата на дороге не валяются. И напоследок классический стрелок, который остается вечной затычкой для 95% дд. В планарках ситуация интересная, ибо все варианты очень близки друг к другу. В одних выкладках разница между сетами в диапазоне 6%, в других так вообще полпроцента. Это очень сильно зависит от команды. Лично у меня собран самый унылый вариант, так как в нем хорошие статы. Салсотта очевидно тащит. Опять же, после 4 эйдолона оно становится сильнее и сильнее. Но гриндить нет никакого желания из-за второго сета в шестом мире виртуалки. Я бы рекомендовал тыкаться в глотирамер, так как под первым бафом вы не сильно уступаете салсотта. На 160 скорости оно будет даже сильнее. Но как их получить, пусть даже под бафами, но не потеряв при этом в остальных статах и дебафах, я пока не очень понимаю. Внезапно Герта актуальна. У Рацио лучшая база атаки в игре 776 единиц. Конус-то дело немного балансит, но сет в любом случае хороший и у вас могли заваляться приятные куски. Со статами дело обстоит так. Тело балансим по ситуации. Я ношу на крит шанс, но это потому что мне приходится пыхтеть ради арены. С любым другим сетом вполне заходит на крит урон, но желательно иметь первый эйдалон или бафера крит шанса, а-ля фусюань. Атаконоги я не признаю, но они имеют место быть. Надо либо разгонять рацию командой, либо иметь безумные сабстаты. Это все довольно сложно, поэтому берите на скорость и не парьтесь. В сфере ищем стандартно элементальный урон, но если вы играете с той же жуанькой, то атака сфера хороший выбор. Ситуация примерно такая же, как с хп сферой блейда. Веревка на атака из-за слишком дорогой ульты. Никакие брейкпоинты с энергией не выиграть. Для четвертого эйдалона я не стал считать, так как это слишком частный случай. Но если кто-то это сделал, поделитесь в комментариях, интересно. По итогу было бы неплохо прийти к тем же статам, что и у меня на экране. Разве что здесь избыток скорости. Опять же, с той же жуанмей можно собрать в 125 и выйти на ту же реализацию глотирамера без проблем. Давайте про конусы. Начинаем, естественно, с сигны. Я бы брал ее до первого эйдалона, если вы собираетесь мейнить рацию. Плюс она хорошо комбится с персонажами, которые понижают защиту. Или с первым эйдалоном жуанмей. Что-то я стал часто ее вспоминать. Это очень хорошая, но нишевая пушка. Крутить только из большой любви к персонажу. Сигна топаз – вторая по силе опция. Так что если вы случайно нажали на оружейный баннер, или получили две леги в десятке, отдайте ее рацию. Самый простой бюджетный вариант – это круиз по галактике. В принципе, круиз и он надо забирать первым делом почти на любом аккаунте. Учитывая мощь рацию, повышение атаки будет иметь очень хороший аптайм. В целом, таблица Спрайдвина довольно близка к правде. Тут нет сигны Янчика, но у нее мусорная пассивка, которая практически не имеет смысла на докторе. Ее можно рассматривать только как статовую палку. Давайте про тимбилдинг. Думаю, именно это убило во мне желание мейнить рацию. Самый простой и дешевый вариант в игре – это пела с потом, я имею в виду конус. Если у вас есть сигна рацию, то ее эффективность вырастает еще сильнее. Не то чтобы это было супер важно, но четвертый эйдолон позволяет дать еще один дебаф, когда у вас есть лишние скиллпоинты на навык. Второй очевидный вариант, но уже не дешевый – это топаз. Не обращайте внимания на статы, у меня нет куртки на крит урон. Главная проблема этой девочки, что для идеальной синергии с рацию она требует денег. Много денег. Ибо мы хотим сигну ради статуса приручения. И первый эйдолон ради статуса привести в исполнение. То есть быстрый топаз с сигной эйдолоном дает три дебафа. И это очень круто, но дорого. Волчик еще один простой и очевидный выбор. Она и дебафов вешает много, и позволяет поиграться с уязвимостью. И вообще супер полезная девочка. Опять же, ульт хорошо сочетается с сигной рацию. А если у вас еще есть второй эйдолон и сигна, то враги будут лопаться за секунду. Плюс открывается шизо-опция использования квантового сета на рацию. Кек. Каюсь, гуиная феня до сих пор не прокачал. Но в отличии от остальных дотеров, она имеет смысл вне пачек с кавкой. Здесь есть свои трудности. Нам придется тратить скиллпойнты чаще, чем на пеле. Плюс нужен первый эйдолон. И все так же не забываем о потном конусе. Это база. Наверное, последняя очевидная синергия с вельтом. Не забываем про конфликт техник, но в целом дядя хорошо дополняет. Опять же, он может играться и как дебаффер, и как сап дд, если два оставшихся персонажа кушают мало скиллпойнтов. Из всех саппортов я выделю мэй. Она заливает много урона, может раздавать дебаффы. Идеально для пачек с двумя дд, то бишь стопас. Но и с ней рука тянется к первому эйдолону. Если у вас есть, здорово. Стоит только упомянуть баланс скорости. Помните, что мэй баффит ее в процентном соотношении от базы. Хотя конкретно в нашем случае это практически не влияет. Так как все девочки быстрее рацию, медленнее только вельт. Супер дорогой сетап выглядит как-то так. Мэй с первым эйдолоном, топас е1 с сигной. Можно еще на место фусюани поставить хохо, чтобы кормить пачку энергии. Для новичков я бы предложил что-то подобное. Понятно, что на четвертый слот встанет то, что есть. Из стандартных лек на третий слот можно втыкнуть вельта или броню. А из четверок гуина и фэнь. Сами пока спать и определиться не смог. В каждом варианте мне что-то не нравится. Не получается разместить одновременно и пелу, и топас, и жуан мэй. В правом верхнем углу появится ссылочка на видео Дримми, где он закрывает 12 этаж нынешнего зеркала за 0 циклов. Команда на экране. К слову, следующее зеркало будет как раз таки под рацию. Там над командами вообще не надо думать. Давайте попробую объяснить, почему мне не зашло рацию. В данный момент у него очень мало сфер применения. По сути, два этажа в зеркале и виртуалка. Притом в игре уже существует Даньхен, который слабее в точку, но сильнее в ООЕ. И Вельт, который может собирать команду без плясок с бубном. Плюс, вот этот странный часовой вайб в игре. Прям как у меня. Создается ощущение, что доктор сделан на перспективу. Дело и в сете, и в кое-каких слитых мобах из пинаконии. Он приятный, интересный. Но мэйнить его пока не хочется. Допускаю, что ситуация изменится. И вообще, все это вкусовщина. И я просто оправдываюсь. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Отдельная благодарность моим замечательным бустером и всем, кто поддерживает. Извините за всякие мелкие косяки, привыкаю к 11 винде. Она чудовищно неудобная. Удачи в гаче и пока-пока.